Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков и в этом видео детальный обзор аудиосистемы Panasonic T-Max 20 Будет много демонстраций, много тестов Будут отмечены плюсы и обязательно минусы аудиосистемы Будут показаны варианты использования где и для чего ее можно применять Начинаем Во все времена для того, чтобы создать позитивное настроение люди использовали музыку Это могли быть либо простые музыкальные инструменты либо аудиосистемы крупные, габаритные как, к примеру, у моих родителей на даче либо более компактные, переносные которые можно взять с собой для того, чтобы ваше настроение можно было принести друзьям в любую точку мира Как раз о такой системе мы сейчас и поговорим T-Max 20 это переносная система с встроенным аккумулятором запаса которого хватает примерно на 10 часов то, конечно, при небольшой громкости порядка 20 единиц Давайте проверим ее в действии Вы же помните, что у нашей аудиосистемы есть встроенный аккумулятор Давайте проверим ее на улице Аудиосистема позволяет прокачивать даже очень большие пространства Сейчас вы видите, как аудиосистема работает на детской горке и объем пространства здесь действительно большой Справляется она легко На всякий случай замечу, что использовать аудиосистему T-Max нужно при температуре не ниже 0 градусов Я немножко пошалил, было примерно минус 5 но все же не забывайте соблюдать правила эксплуатации Для того, чтобы оценить качество звука, можно включить демо-режим Для этого нажимаем кнопку демо на пару секунд и наслаждаемся качеством звука Система имеет мощность в 300 Вт по РМС 20-сантиметровый сабвуфер и 6-сантиметровые динамики Две штуки Корпус изготовлен из плиты МДФ по сути дерева что также улучшает качество звучания По бокам аудиосистемы есть удобные ручки и несмотря на большой вес в 10 кг ее удобно переносить На задней панели расположено несколько разъемов Подключение напряжения 220 Вольт AUX вход Разъем для антенны FM и оптический аудио вход Чуть выше расположено два разъема для микрофонов и вход USB Давайте проверим, как работает USB Неожиданно оказалось, что аудиосистема T-Max не поддерживает файловую систему NTFS Поэтому мы вставляем флешку в компьютер форматируем ее в FAT32 Записываем на флешку необходимые нам файлы и вставляем флешку опять в аудиосистему Теперь все хорошо Еще раз обращу ваше внимание на то, что у аудиосистемы два входа для микрофонов Наличие двух разъемов для микрофона увеличивает возможность системы Если вы проводите какие-то крупные мероприятия К одному разъему вы подключаете свой ноутбук и звук с роликов будет транслироваться через аудиосистему Другой подключенный микрофон Петличка или радиоверсия микрофона позволит вам на всю аудиторию вещать голосом Со смартфоном система легко работает Нажимаем кнопку Pairing В списке устройств находим T-Max и подключаемся к нему Прописан на дисплее производитель телефона и T-Max появляется в списке доступных устройств Вот он Теперь выбираем интересную нам композицию и запускаем воспроизведение Делаем погромче Конечно же, благодаря Bluetooth можно подключиться и к телевизору и выводить звук гораздо лучше, чем делают это встроенные динамики Мы заходим в устройство Bluetooth Соединяем нашу аудиосистему и телевизор Она появляется в списке И начинаем просмотр фильма уже с достойным звуком Поскольку T-Max это в первую очередь развлекательная аудиосистема У нее есть ряд пресетов для настройки подсветки Мы можем выбирать из десятка цветовых паттернов и 60 цветовых решений Также можно подсветку отключить Подведем итог В плюс данной системы Высокая мощность и качественное звучание во всем диапазоне Даже на максимальной громкости Сабвуфер действительно прокачивает любые пространства Верхние частоты очень детальные Середина не разваливается То есть звучание действительно вас порадует Аудиосистема мобильна При весе порядка 10 кг И удобных ручках ее легко перенести в любую точку пространства И порядка 10 часов получать отличный звук Подключение двух микрофонов Расширяет возможность системы И она может использовать не только для развлечения Но и, к примеру, для проведения конференций, мероприятий С использованием микрофона и ноутбука Первое Файловая система FAT32 Второе Русские теги не видны Видны только английские Эти минусы, на мой взгляд, не очень существенны И плюсы их явно перевешивают Кстати, у компании Panasonic в линейке T-Max есть еще две аудиосистемы Это версия T-Max 10 У которой нет встроенного аккумулятора Но вы можете ее запитать от Powerbank И T-Max 40 У нее значительно большая мощность Поэтому и встроенный аккумулятор не устанавливается И при этом нет возможности работы от Powerbank Поэтому, выбирая T-Max под свои задачи Определитесь с необходимостью автономной работы И с необходимой мощностью для ваших задач Больше информации об аудиосистеме T-Max Можно по традиции найти на сайте eplaza-panasonic.ru В официальном интернет-магазине Ссылочка ниже Но если ролик показался вам интересным Ставьте лайк, подписывайтесь на канал А если у вас есть какие-то вопросы по аудиосистемам Или любой другой технике Сдавайте их ниже в комментариях С удовольствием вам отвечу Спасибо за ваше внимание